Сегодня дагестанцы имели возможность напрямую обратиться к властям со своей проблемой, минуя заявление и регистрацию. По поручению Рамазана Абдулатипова в республике впервые прошел день приема граждан. В Доме правительства людей принимали представители парламента, вице-премьеры, руководители министерств и ведомств. Имара Гаджамиева расскажет подробнее. Чтобы получить талон и попасть к представителям дагестанской власти, люди с утра занимали очередь у Дома правительства. Приняли и выслушали сегодня многих. Вопросы самого разного рода. Улучшение жилищных условий, судебные тяжбы, несправедливые решения и действия многих городских и республиканских структур. У нас, во-первых, жилищный вопрос. Я заявление на имя Атусамада написал, все здесь указано. И письмо тоже было из Министерства соцзащиты. Вот письмо, это в прошлом году, которое было. Что они нам обещают, что нам там подсказывают. Некоторые вопросы решались на местах. К примеру, торговые точки на Махачкалинском пляже. Без каких-либо объяснений городские власти сказали закрыть. Несмотря на то, что они состоят на учете в налоговой инспекции. Аймаханум Ибрагимова и Сейфулла Алиев вынуждены были обратиться в правительство. Вице-премьер Магомед Исаев сразу связался с заместителем главы города. Ситуация будет решаться в рамках закона. К Рамазану Джафарову обратился инвалид Михаил Гасанов. Просьба помочь с реабилитацией. И несправедливым обвинением в адрес его сына. Подъехали в Сбербанку. Не успели из машины выйти. На них надели слофановые мешки. Руки закрутили. Посадили в другую машину. Ничего не предъявили. Их не обыскали. Не обыскали их. Их просто так вот закрутили. Посадили туда. Привезли в Ленинский РОВД. Подняли на третий этаж. И только там их обыскали. И там нашли у них наркотики. И взрывчатку. И взрывчатку машины. Жители сгоревшей многоэтажки по проспекту Акушинского 80А. Их принял и выслушал Рамазан Джафаров. Прошел почти месяц после крупного пожара, а пострадавшие до сих пор не получили материальную помощь. Ни одна из коммунальных служб города не оказала поддержку. Несмотря на то, что было указание главы города Махачкалы. Если такие работы не проводятся, сегодня же пойдет главе города письмо, как поручение главы республики. Немедленно с сегодняшнего приступить и доложить, что сделано. Вот это вопрос. Это сегодня же глава города получит такое распоряжение от главы республики. Уполномоченный главы республики Алибек Алиев принял председателя организации слепых Хавлатипа Назергаджиева. Выслушал насущные проблемы инвалидов по зрению. Окажут всевозможную помощь к предстоящему юбилею. В 2013 году, еще будучи президентом республики Алибек Алиев принимал их. Лично во главе с ним принимали. И там были дани поручения. Понимаете? Министерством, ведомством. Ну, как говорит уважаемый, ни одно поручение не выполнено. Два года. Понимаете? Это плохо. Это очень плохо для тех руководителей, которые эти не выполнены. Я им не завидую сегодня. И второе. Вот сейчас мы до вашего прихода, мы с ним пообщались уже с министром труда, маленьким Демидовичем Баглиевым. И у него назначили сейчас 3 часа встречи с ним. Граждан принимали до 6 вечера. В первый, общереспубликанский день приема граждан, были открыты двери и во всех министерствах и ведомствах. Имара Гаджимиева, Ильдар Ибрагимов, Заур Магомедов. Время новостей.